Я вас всегда жду в гости, и сегодня предлагаю приготовить очень вкусно овощи в духовке. Перед новогодними и праздниками нужно оставаться в форме. Тем, чем порадовала нас сегодня осень. Пастернак, морковь. Для этих запеченных овощей я использую мускатную тыкву, но, конечно же, можно взять любую, которая вам нравится. Очищаем овощи. Рекомендую включить свой рацион пастернак. Приятный запах, большое количество клетчатки. Это то, что нужно в осенний период. Дальний родственник моркови и петрушки. Ну и куда же без моркови. Все мы любим морковь. Кто-то любит тертую, запеченную. С помощью ложки убираем у тыквы семена. Если вы ищете, как вкусно приготовить овощи в духовке на ужин, на обед, взять с собой на работу, вам понравится этот метод, потому что я хочу сегодня рассказать, как правильно запекать овощи в духовке. Я всегда за то, чтобы еда была в первую очередь красивой и, главное, вкусной. И вот посмотрите, какая палитра цветов. Для того, чтобы овощи готовились равномерно, нарезаю их на одинаковые порционные куски. Я выбрал набор овощей, которые будут готовиться в духовке одинаковое количество времени. Так как пастернак – это корень, перед покупкой обратите внимание, эта часть может быть слишком тонкой, и она чаще всего не идет при готовлении блюд. Из-за этого я выбираю корень, который уже побольше. И тем самым экономлю деньги. Сердцевину убирать не нужно. Пока я нарезаю тыкву, напишите мне в комментариях, какой у вас любимый сорт тыквы и как вы ее готовите, потому что у меня на балконе сейчас очень много тыквы. Очень важный момент при приготовлении овощей в духовке – выбрать правильный противень для запекания. Обратите внимание, я беру с невысокими бортиками для того, чтобы овощи именно запекались, а не парились. К овощам я добавляю очень простые, но ароматные специи. Конечно же, немного подсолнечного либо оливкового масла. Крупная соль по вкусу. Перец. И главная изюминка этих овощей – сушеный тимьян. Если хотите, можете добавить свежий либо сушеный чеснок. Я выбираю сегодня сушеный. Список ингредиентов и полное описание рецепта будет внизу под видео, чтобы было вам удобно и вкусно готовить. Обратите внимание на пастернак, морковь, какого количества специй я нанес. Если вы только принесли овощи с рынка и они еще холодные, оставьте их при комнатной температуре, чтобы они немного нагрелись. Температуру в духовке выставляю на 210 градусов Цельсия. Она должна быть высокая. Средний уровень накрывать ничем не нужно. Время приготовления овощей может отличаться от размера нарезки. Я готовлю примерно 25 минут только с нижним нагревом в духовке. А потом включаю верхний нагрев еще на 2-3 минутки, чтобы овощи подрумянились. А готовность проверяю деревянной шпажкой. Конечно, лучше ориентируйтесь по результату, а не по времени. Овощи должны быть румяные, красивые и, конечно, мягкие, приготовленные. Сразу не перекладываю в контейнер, а даю полностью остыть. Овощи, приготовленные по этому методу, сохраняют в себе очень много витаминов и будут очень вкусным гарниром. Мне очень нравится. Попробуйте приготовить по этому методу тыква, морковь, пастернак. Получаются очень ароматные, с нотками чеснока и тимьяна. Напишите мне в комментариях, как у вас получится. А если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Рецепты в гостях у вани будут очень вам рады. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мне будет очень приятно. До скорых встреч. Пока!